Яблоко призывает простить всех, кто критиковал СВО и российскую армию. Фракция этой партии внесла в Мосгурдуму проект, предлагающий амнистию всем, кто находится в СИЗО или несет наказание за фейки об армии России. Яблоко призывает простить всех, кто критиковал СВО и российскую армию. Фракция этой партии внесла в Мосгурдуму проект, предполагающий амнистию и прекращение уголовных дел за фейки об армии и за призывы к санкциям против России. Согласно этой инициативе, амнистия освободит обвиняемых по этим статьям из СИЗО, а осужденных от несения наказания, а также снимет с них судимость. Почему сейчас и насколько это реалистично? Комментарий Георгия Бовта. Он не самый максимальный, ближе к медианному. По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Прокуратура требовала 9, но суд, как бывает в резонансных делах с политической подоплекой, скостил полгода. Возможно, он скостил бы и больше, но за Иванова, учившегося на факультете вычислительной математики и кибернетики, имели смелость поручиться такие известные либералы, как социолог Григорий Юдин, главред Новой газеты Дмитрий Муратов, журналист Николай Сванидзе и руководитель признанной на днях нежелательной организацией Transparency International в России Елена Памфилова. Это могло стать для суда дополнительным раздражающим фактором, подтверждающим, что он и Иванов являются значимой фигурой для той тусовки, которая нынче против СВО. К тому же, несмотря на свою молодость, 23 года, Дмитрий Иванов давно активно участвует во всех протестных кампаниях и уже привлекался к административной ответственности. Уступал он даже против руководства МГУ, настаивая на соблюдении предельного возраста для ректоров в 70 лет, который ректор Садовничий уже давно превысил. Однако, вряд ли именно это стало причиной того, что родной факультет ВМК за своего студента как раз не поручился. Конкретно на сей раз Иванова привлекли по обвинениям в фейках пророссийскую армию за посты об атаках якобы России на Запорожскую АЭС, потерях российской авиации на Украине, известных событиях в Буче и Ирпене, а также за пост, где спецоперация названа не так, как ее предписано называть. По состоянию на конец прошлого года число дел о дискредитации российской армии переварило за 5000. Однако, подавляющее большинство из них окончились лишь штрафами. Именно уголовных дел по тем же статьям на начало текущего года было, по разрозненным данным правозащитников и генпрокуратуры, менее 200. В судах первой инстанции находились уголовные дела в отношении как минимум 35 человек. С учетом уже вынесенных приговоров, в том числе заочных, но также и тех, что не дошли до суда вообще, на начало текущего года получается как минимум 77 уголовных дел о фейках и 31 о дискредитации. Суровые приговоры те же 8,5 лет бывшим муниципальным депутатам Алексею Горинову и Илье Яшину, а теперь студенту МГУ Иванову, можно считать в этом плане примерами упреждающего запугивания, чтобы другим неповадно было с расчетом на нужный резонанс в конкретных общественных кругах. Как и аналогичные, но заочные и заведомо неисполнимые приговоры Александру Невзорову или блогеру Нике Белоцерковской. Также и статистика административных дел по таким статьям говорит, что их число не растет, а скорее падает. Значит, принцип упреждающего запугивания пока работает, а число настоящих буйных не пребывает. Мотивы партии Яблоко выступить с инициативой адмистии осужденных за слова, можно считать запоздалой попыткой присоединиться к антивоенному протесту, сделав его часть избирательной кампании по выборам мэра Москвы осенью. Это стало развитием недавнего выступления лидера партии Явлинского с призывом прекратить военные действия. Но на этом фоне и самому Яблоку может грозить опасность. На днях депутат Думы от фракции «Справедливая Россия за правду» Николай Новичков призвал вообще ликвидировать Яблоко, усмотрев в его предвыборной программе наличие экстремизма и направил соответствующее обращение министру юстиции Константину Чуйченко. Экстремизм Новичков усмотрел в ссылке в предвыборной программе Яблоко на мирный план Явлинского по урегулированию конфликта на Украине, который якобы нарушает российское законодательство, поскольку предусматривает вывод с Донбасса всех российских войск и передача его обратно Киеву. При всем радикализме запроса Новичкова ему в текущей обстановке вполне могут дать ход, особенно если антивоенная тематика будет поставлена партией в центр ее предвыборной агитации. Что касается самого по себе предложения об амнистии тем, кто выступает с критикой армии своего государства во время военных действий, то опыт, в том числе всемирной истории, показывает, что таковая амнистия, как правило, не объявляется до окончания военных действий, либо поражением, либо победой. Причем во втором случае, если, конечно, не происходит каких-то существенных политических пертурбаций, амнистия даже более вероятна, чем в первом.